Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здраво будет Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы продолжаем разбирать глобальные мысли, глобальные идеи, глобальный вопрос, то есть общемировые, говоря по-нашенски, на маленькой-маленькой кухоньке, которая находится у Михаила. Вот я в гостях у него. Так уж получилось. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Ну, раз темы глобальные, да еще кухонные, то про это и будем говорить. Мы перед этим журили наших мужчин, таких вот волосато-бородатых, а теперь мы попробуем поговорить о прекрасной половине, о таком качестве, в котором пребывает прекрасная половина, как беременность. Но перед этим, это будет уже дальше, будет присказка. Перед этим мы вкратце поговорим, кто такие боги, кто такие духи и чем дух отличается от сущности. И вообще, нафига мы будем про это говорить, если у нас тема про беременность. Неожиданный разворот. Особенно до слова «нифига». Я уж привык к твоим разворотам, но вот к таким. А что про них говорить-то? Про богов, про духов и кто там еще, про сущности, да? Просто я так понимаю, что когда каждый под одним и тем же словом подразумевает разные явления, разные понятия, то бывают на этом деле разногласия, непонятки, ненужные споры. И вроде бы один человек доносит то, что действительно является истиной, или то, что может принести второму пользу, но из-за того, что у второго человека по поводу этих понятий другое мнение, он может вместо того, чтобы эту информацию воспринять и извлечь в пользу, он начинает спорить с предыдущим человеком, что на самом деле ты не прав. И верблюд – это вот такой верблюд, а не другой. Ну и поспорили бы, а это-то при чем. Ладно, понял тебя. Хорошо. Давай начнем с чего? С Бога, да? Кто такой Бог? Да. У вас появились варианты «Бог», «Полубог», «Почти Бог», «Не совсем Бог» и так далее. Столько вариантов всяких. А как ты там думаешь, Бог – это вообще кто? Вот можно, конечно, сузить до понятия то, что мы люди, каждый вот какую-то грань пытается выхватить, бывает даже не через себя, а через кого-то услышал, потом немножко домыслил, и приземлил, как обычно. И получается в итоге такой вот, ну, значит, Бог, он, наверное, похож на меня, значит, ну, как человек выглядит. Потом, что он сильный, значит, такой сильный человек, но он всемогущий, значит, такой уж прям, ну, большой такой человек, вот, ну, как человек. Он, соответственно, ходит тут где-то рядом, вокруг да около по нашей Матушке-Земле, постоянно за всеми присматривает, вот прям то к одному в окошко заглянет, то ко второму заглянет, больше ему делать нечего, он тут как надзиратель бегает, вот прям много, наверное, у него очень глаз, много ушей, чтобы за всем посмотреть, да все послушать, и всем вот посоветовать, потому что без его мудрых советов вот прям никто вообще не может поразвиваться никак. А с учетом того, что уже несколько миллиардов человек, да? Сложно вас, да, приходится этому нашему вот выдуманному Богу, да. Тоже же не семиглазый и восьми рук, тут уже намного больше все, да? Ну, ладно, хорошо. Ну, да-да-да, Бог большой, Он глаголище. Да, Он или образная божественная структура глаголище. То есть, это действительно что-то такое по нашим меркам очень большое, очень огромное. То есть, сложно нам это познать, потому что по сравнению с ним мы даже, ну, не песчинка, а значительно меньше. И дальше, это разумная сущность, разумный разум, да, вот такой как бы очень мудрый разум, наверное, так сказать, чтобы масло-масляное не получалось, способна создавать структуры, которые саморазвиваются, самоизменяются, самосовершенствуются. И Он, вот в слове Бога, Он получается большой. О, это вот эти структуры, которые Он создает этот разум. И глаголище, да, то есть, чтобы нам очень упрощенно, то есть, можно сказать, у Него есть своеобразная такая речь, передача этой информации с помощью каких-то своих... Кодов и программ. Да, которые Он выдает из того мира, где находится Он, вовне. И в этом, вовне, эти программы начинают действовать, улучшаться, изменяться. И на основании этого происходит взаимообмен вот этой мудрой, разумной сущности с Его творением. Я так понимаю, все-таки, в идеале, к ладу и гармонию и Его творения, и Его самого, взаимоулучшению, так сказать, и творения, и Его самого. Все мозги разбил на части, все извилины, самое того, да, заплел. Нету здесь канадчиковой дачи, на кухне сидим, а вызывать не хочется никого. Ну ладно, давай делаем так. Значит, существует, помимо того, что я писал, еще такое представление о времени и пространстве. Так вот, тот, который все здесь сотворял, который все сделал, он должен находиться вне этого времени, вне этого пространства, ибо сам себя не сотворишь, находясь в том, в чем ты есть. Ну да, если упростим, это получается, как бы, вот есть такой компьютер, и есть вовне какой-то программист, но он такой умный программист, который и создал этот компьютер, и создал программы, которые в нем работают. Но программа и тот, кто это создавал, это не одно и то же. Хотя он может себя вселять потом, в дальнейшем, через те образы, которые внутри этой программы, как их называют, которые там бегают эти боты, да, вселять, например, и при помощи этих аватаров наблюдать за этим миром, а хорошо ли то, что я сотворил. Да, то есть, очень программист настолько мудр, что он свою программу наблюдает не как обычный земной программист, только извне, но также и изнутри. То есть, может или себя, или часть своего сознания вселить в кого-то и наблюдать, что-то делать, чтобы познать этот мир, который же он сделал. Это, кстати, покоя населенского бытия. Ты обязан вкусить то, что сотворил. Если ты не вкушаешь, тогда, значит, сотворил что-то плохо. Или это не жизнеспособно. Потому что, если ты не вкушаешь, значит, ну, понятно, зачем тебе пробовать нехорошо, это невкусно. А вот если вкушаешь, значит, ты ничего не боишься, значит, все верно, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, Бог – это тот, который может сотворять как то, в чем он может в дальнейшем вселяться и жить постоянно, либо сотворять, ну, как квартиру, дом построили для себя самого, либо сотворять для того, чтобы его родственники, друзья могли это все опробовать, в этом жить и совершенствоваться. А он может приходить на гости, может глазами другого наблюдать и так далее. То есть, здесь, в данном случае, мы не рассматриваем того, кого называют Богом с точки зрения, вот он взял на земле кусочек себе, отрезал чего-то, там кого-то себе, раба какого-то сотворил, который должен был за землей, за пустынной ухаживать, взращивать деревья, это все прочее, прочее, прочее. А мы рассматриваем все-таки настоящего Бога, который здесь все создавал, и рассматриваем его друзей, знакомых и детей, которые вселились в то пространство, которое он создал. И здесь же, в этом пространстве, они стали творцы, сотворцы, и создавали уже более мелкие программы, которые не входили в противовес и в разрушение с его основной программой. И в конечном итоге было придумано, давайте-ка мы создадим вот себе подобных, только вот в маленьких-маленьких вариантах, которые в этой виртуальной реальности могут представлять, что они живые. И через эти виртуальные реальности, через этих аватарчиков мы сможем тоже здесь присутствовать. И поэтому в наш мир приходят различные сущности, высшего и низшего порядка, в том числе через которых иногда приходят те, кого мы называем богами. Но не с точки зрения таких огромных здоровых, а с точки зрения видения глазами, и делания руками, и телесами тех, кого когда-то здесь создали. Наверное, вот так вот, да? Выговорил. Это что касается богов. Ну, я думаю, если будут какие-то вопросы, нам еще позадают. А теперь сущности, кого там еще? Во-первых, чувствую, может эта передача затянуться. И если она вдруг внезапно из одной станет двумя или тремя, прошу не обижаться. Оказывается, не успеваем так быстро богов разобрать. Следующий вариант – это был дух. Что такое дух? Дух – это то, что… Ну, ты по-богу сможешь разобрать. То, что является собою добро. Добро, причем это добро, которое оно на связи с божественным потоком идет, подключенное, так сказать, к божественному потоку для того, чтобы все это дело приводилось к вселенской гармонии. То есть, другими словами, дух – это одна из божественных проявлений сущности божественной, но которой еще тело как такового не имеет. Он может взаимодействовать с телом, но при этом может быть и бесплотным духом. Но при этом он настроен на творение добра. Добра не в человеческом представлении – мне, 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 добро, 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 а добро, когда все строится по плану и программе божественной. Вот это и есть добро. И когда он еще это дело все объединяет, соединяет, творит, перемещает, то есть, взаимодействует с пространством. Вот как раз х на конце – это пространство, когда у нас все уравновешено. Тот, который не нарушает пространство, а который вот в этом пространстве что-то творит. Примерно так, да? Да. Поэтому стоит вопрос – а может быть злой дух? Я так понимаю, с позиции человека – да. А вот если мы копаем туда вглубь, то получается – нет. Потому что если ты знаешь, куда все развивается, для чего все развивается, и ты действуешь так, чтобы соответствовать этому, то ты, по сути, находишься в конве того замысла, куда все идет. И ты не нарушаешь. И если кому-то со стороны кажется, что, блин, зачем опять пришла зима, то все-таки для чего-то это нужно. Вот представь себе, приходит человек в лес и начинает себя вести по-свински. Ну, свинья, ладно, экскременты выбросила, они перегнили, червячки там их слизни покушали, и все хорошо, и еще травка выросла. А если человек себя ведет по-свински, он же не только там гадит естественным образом, он еще и бросает, и после себя оставляет кучу всякого, не пойми чего, то, что долго не может перевариться. И вот какой-то дух леса или дух какой-то, ну, не знаю, там, занимаемой площади лесной, или массив какого-то, он начинает проявлять себя по отношению к этому человекообразному существу очень жестко, потому что это его владение, и он обязан их хранять. Вот для человека это будет зло. Ну, как так, я пришел, типа, отдохнуть, а мне эта гадость какая-то мешает отдыхать вообще. Ну, что за дела-то такие, да? А другой, который приходит с добром и с лаской, уважительно обращается, уважительно относится к лесу, к травинкам и так далее. Если он что-то нарушил, он пытается на место остановить. Он к нему будет проявлять добро. Вот дух, он, с одной стороны, не злой, потому что он выполняет программу божественную по охране, по взаимодействию с человеком и по взаимодействию с этим, например, лесом или кусочком природы, но при этом к одним он добр, а к другому он может быть, как им кажется, зло проявлять. Но будет ли это зло? Вот мы с тобой выяснили, что, в общем-то, это все равно не зло, потому что это с точки зрения божественного, это, наоборот, добро. Тихомирить того, кто это зло сеет, кто превосходит зло рамки допущенного. Поэтому дух злым не может вообще быть никак. Но есть так называемые неупокоенных, причем тоже называют духами, те, которые бестелесные, но которые творят, реально творят какое-то зло. То есть, что-то уничтожает, на что-то нападает или на кого-то нападает. Вот тут, что ты думаешь по этому поводу? Это злые духи, это или не духи? Скорее всего, здесь должно быть другое определение этих энергий, этих, наверное, существ, если так упростить. Но это не дух. Это вот, скорее всего, мы подходим к понятию «есть сущность». Возможно, вот именно это слово означает то, в частности, из этого слова бывают, так сказать, те, которые являются неупокойными, которые мы сейчас называем неупокойными духами. А вот тут, как бы сказал один профессор, мне, батенька, вы погорячились. Я думаю, что здесь надо более широко смотреть, расширить, так сказать, наше представление. Вот представь себе, заводится какой-нибудь барабашка у кого-нибудь на кухне и начинает посуда летать направо, налево и так далее. Он злой, что ли? Он это делает, потому что ему хочется напакостить и нагадить? Либо он всего лишь навсего отражение тех, кто в этой квартире находится. Как тебе такой взгляд на жизнь? Да, как бы получается, что действительно я наблюдаю по своей жизни, что происходящее во мне часто отражает то, что происходит во мне. Ну, самый простой пример – это у тебя плохое настроение, и ты, когда выходишь в мир, или даже не выходя в мир, то почему-то тебе звонят и пытаются это настроение еще ухудшить. Через улучшение своего. Я ему сделал все-таки гадость, я ему сделал мне весь устроен. Да, и в тот же момент, когда у тебя хорошее настроение, то получается вроде люди те же, город тот же, окружение тоже, но почему-то в этот момент количество происходящего хорошего вокруг тебя увеличивается. Проезжает машина, и хорошее настроение не покинет. И музыка тут такая звучит. Да, хорошо, и все замечательно. Отлично. А вот что делать с теми, которые вообще вот такие сущности очень низкого порядка, низкого уровня? Барабашка вообще детский сад по сравнению с ними. Которые вот пристают к людям, которые пытаются занять место светлой души, поработить этого человека, и которых потом при помощи различных манипуляций батюшек и ведунов приходится изгонять из тела. Что про них скажешь? Ну вот предыдущий пример с настроением, да, и с подобное к подобному, он на какую мысль навевает, что если к тебе притягивается вот такое, значит, в первую очередь обратись внутрь себя и попробуй, ну, задай себе вопрос. Ты хочешь, чтобы у тебя было это в жизни? Ну, соответственно, живи тогда так, как ты жил ты до этого, потому что эта ситуация создалась как раз тебе, как такой своеобразный урок. И еще я что заметил, да, когда человеку все хорошо, комфортно, то эта обстановка его очень расхолаживает, становится лень, и по сути не то, что ты не развиваешься, ты вот зависаешь, и через какое-то время ты начинаешь разрушаться сам и начинаешь разрушать этот мир, потому что в этом мире все должно изменяться, изменяться в лучшую сторону. И поэтому только я вижу в большинстве своем через ситуации вот таких вот, ты называешь это пендали, да, через таких ситуаций, которые тебя выводят из комфорта, и тебе неприятны, ты начинаешь каким-то образом себя изменять или, по крайней мере, задумываться, а почему так происходит. Так что эта ситуация, в первую очередь, она предназначена тебе. Задумайся, что ты делаешь не так. Если тебя все устраивает, ну, тогда оставайся так, а если не устраивает, то меняй себя. И тогда уже, меняя внутреннее, как мы уже пример с настроением привели, ты будешь неинтересен той сущности, которая приходит с тобой ругаться, а ты с ней хорошим настроением. Несоответственно, она пойдет искать тех, которые все-таки на ее плохое настроение отвечают еще более плохим настроением. Вот с теми она, я думаю, найдет очень быстро взаимом, так сказать, точки взаимного приложения, как можно друг друга поулучшать, поизменять. То есть, насколько я тебя понял, ты представляешь, что вот эти некоторые разновидности этих сущностей могут раздавать волшебные пендели, волшебные грабли, так называемые звездные грабли, да, так бабах, и звездочки полетели, либо расстанавливать ограничения сюда нельзя, сюда нельзя, двигайся, вот это твой путь, да. И в случае, если человек тормознулся, решил зафилонить, то ему обязательно напомнят о себе, еще достанут такие вилочки, будут так, тык-тык-тык-тык, давай-давай вперед. А если он же совсем прилег, то будут его копытцами поднимать. Но если уж он начинает дохнуть, то задумываются, а не пора ли утилизировать. То есть, ничего, в общем-то, плохого здесь нет. Утилизаторы нам тоже нужны, ну, представляешь так, вот сколько здесь трупов бы было, да, сколько бы здесь лежащих было полицейских, пьяных, через которых переехать нельзя. А так все утилизируется, все направляется и так далее. Но ведь есть еще сущности, как ты сказал, которые могут вселяться. И здесь стоит разговор уже не то, чтобы это пендали раздают, а это именно уже подселение. А тут, как говорится, уже человеком-то и не пахнет. Остается человекообразный каркас, а внутри живет кое-что. А вот я хочу тебе задать вопрос. Ты как определяешь домик чей? Вот, к примеру, видишь скворечник, видишь норку. Как ты определяешь, вот кто в этом скворечнике и кто в этой норке может жить? Ну, во-первых, по внешнему виду определяю. А во-вторых, определяю, а там, собственно, есть кто-то хозяин-то дома или никого дома нет. То есть, еще раз, перво-наперво структура, для чего она служит. И второе, это ее, кто в этой структуре, кто-кто в теремочке живет. Я мышка-нарушка. Так вот, я хочу продолжить. Дело в том, что, когда ты подходишь к человеку, ты видишь не только сам скворечник, но еще то ку-ку, которое оттуда иногда выскакивает. По делам его, по словам его, по эмоциям и прочим, прочим, прочим. Так вот, если скворечник пригоден для гадкой сущности, то в этом случае святое место пусто не бывает. Если ты скворечник освободил от царя в голове, то в этом случае туда должен кто-то вселиться другой. Ну, если уж сам там не хозяин. Ну, кто-то должен стать хозяином. Если ты творишь гадкие дела и помазал себя чем-то пригодным по вкусу и цвету, и по запаху для этой сущности, значит, она и притянется, значит, она туда зайдет. И уж если она зайдет, поверьте, вылезать она оттуда не захочет. И тогда многие-многие экстрасенсы и кто-то занимается изгнением всякой дряни могут даже здесь и не помочь. Потому что может так случиться, что как про лису и зайца, когда она выгоняла всех, и только один петушок с косой сумел ее изгнать. А до этого вот сколько бралось, не получилось. Так что, мне кажется, надо понимать, что если человек обуян кем-то или чем-то, это говорит о том, что этот человек допустил возможность вхождения этого кого-то или чего-то в себя путем того, что он сам как человек оттуда вышел. То есть не в себе. И святое место, как уже было сказано ранее, пусто, не бывает. Это сущность злоевого места. Так вопрос, а надо ли изгонять? Может быть, надо самому человеку воспрять, подняться и сказать, это мое место, иди отсюда вон. Я хочу быть хозяином своей жизни. Может быть, такой подход более правильный? Потому что, как правило, ну, почистили свинку, бантики ей привязали и выпустили гулять. Сказали, ты не будешь пачкаться? Не, ну что ты, что ты, я ждем пачкаться, я хорошая свинка. До первого уже плюх, да? Или зарекалась, свинья какашки не есть. Ну, все понятно. Вот из этой же серии. Так что, я думаю, здесь мы с тобой тему раскрыли. Кто там еще у нас что было? Боги, сущности. Ну, вот, основной момент мы уже отметили. Бог, дух и дух от сущности чем отличается. Вот, как бы, я считаю, основные моменты здесь. Закрыли вопрос. Поэтому, да, наверное... Переходим к более интересному. Давай, перейдем к более интересному, но чуть позже, как это. Это будет завтра, завтра. Ну, что ж такое? Только я настроился на качественные, хорошие, а ты так меня обламываешь. Да, любим мы заинтриговать, но дать то, что обещали, чуть попозже. В общем, про беременность поговорим попозже. Да, про очень такую важную мужскую тему поговорим чуть попозже. А сейчас пока еще раз пишите по поводу того, что мы сейчас высказали, свои точки зрения, вопросы, реплики. Напишите их на наших официальных ресурсах. Это сайт Народного Славянского радио slavradio.org И у нас есть канал на YouTube. YouTube.com slash, или по-русски косая черта, Slavradio. YouTube.com slash Slavradio. Вот там, пожалуйста, пишите реплики, комментарии, вопросы. И мы в свободное, так сказать, от безделья время будем на нашей, этой виртуальной, или на более виртуальной и более лучшей кухне, и не только кухне, это все дело обсуждать. Понятно. Благодарю, Михаил, за то, что поднимаешь эти интересные вопросы. Мужчина, ну, ждите продолжить тему следующей нашей передачи. Я думаю, что немного времени пройдет. И мы все-таки исполним обещанное, запишем эту важную тему. На всем я с вами прощаюсь. Михаил, благодарю тебя, благодарю, что пишете эти интересные вопросы. Не забывайте, что иногда на канале в YouTube есть еще такая кнопочка подписаться, там колокольчики рядышком. Вот если вы нажмете первую кнопочку, вторую, вы будете получать уведомления о новых наших передачах. И не пропустите обещанную нами вторую часть. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. С вами был Народная Сталинская Радио. Будьте добры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова